Матвей из Днестровска, ему 14, занимался борьбой с 8 лет. Перешел в пауэрлифтинг. За год установил свой первый рекорд – 120 кг в жиме лёжа. Присылал свои видео в инстаграм спортивной сети «Фитнес Мафия» и его заметили. Теперь приезжает заниматься в Тирасполь. Тренировками руководит лично Виталий Кожакару. Парень в силу своего юного возраста имеет определенную одаренность, как физиологическую, у него очень хорошо сложены рычаги и движения, так и силу воли и характер, что немаловажно при таком силовом виде спорта. Вес – 90 кг, и это только разминка. Настоящие тяжеловесные подходы начнутся позже. Вообще у меня разминка идёт до 100 кг, а потом же начинаются подходы. Смотря вот, у меня есть три типа тренировки – это лёгкая, средняя и тяжёлая. Скажи, как чувствует себя человек в конце недели после такой вот изнурённой тренировки, по сути, тяжёлая, средняя, лёгкая? Я чувствую себя хорошо. Да, конечно, это было сложно. Нужны точно тренировки полноценные. И, как говорит Матвей, что нужно изнурительно заниматься, чтобы добиться какого-то успеха. Даже гриф поднимать – это достаточно тяжело. Матвей не пропускает ни одну тренировку. Занимается с удовольствием. Готовится победить на ближайших соревнованиях. Матвей, можно сказать, является ещё любителем. То есть он не выступал ещё на соревнованиях, но имеет большое желание выступить уже на ближайшие, которые будут проходить весной. Не забывает спортсмены про личную жизнь. Учатся в школе, играет в компьютере и гуляет с друзьями. Их Матвей также привёл в зал. Ведь спорт всегда на первом месте. Что для тебя спорт на пяти словах? Это жизнь. Жизнь, успех, радость, заработок. И, конечно же, это большая гордость за себя. Несмотря на свой юный возраст, Матвей уже планирует стать тренером. В местном спортивном клубе Днестровска он открывает направление по пауэрлифтингу. Я буду вести пауэрлифтинг для детей, которые старше 10 лет. Я буду им создавать программы, я буду тренировать, буду готовить их к соревнованиям. Матвей точно знает, чего хочет. Пожелаем ему удачи и дальнейших побед.